Ученым известны миллионы видов животных, населяющих планету Земля. Некоторые из них насчитывают сотни тысяч, а то и миллионы особей, но есть и такие, кого осталось не более пары сотен. Из-за вырубки лесов, браконьерства или конкуренции с другими видами, эти животные чрезвычайно редки и находятся под угрозой полного исчезновения. На связи Лайтовый канал, и сегодня мы представляем топ-10 самых редких животных в мире, которые, к сожалению, могут исчезнуть в ближайшем будущем. Начинаем! Десятое место. Суматранский орангутан. Суматранский орангутан – это крупный примат, который обитает только на острове Суматра в Индонезии. К сожалению, идет активное сокращение численности этого вида. За последние 75 лет погибло около 80% популяции. В настоящее время осталось немногим больше 7 тысяч этих обезьян. Их стремительное исчезновение связано с постоянно возрастающими объемами производства пальмового масла, что приводит к массовой вырубке лесов и лишает обезьян дома. Кроме того, орангутаны страдают от браконьерства. Девятое место. Русская выхухоль. Выхухоль – это редкий реликтовый вид, родственный кротам, в доисторические времена встречавшийся по всей Европе. Сейчас ареал обитания выхухоли ограничен бассейнами Днепра, Дона, Волги и Урала. Выхухоль ведет полуводный образ жизни, предпочитая неглубокие пойменные водоемы со стоячей водой. Собственно, осушение многих пойменных водоемов вкупе с неконтролируемой охотой ради ценного мускуса и меха в прошлом и стали причиной сокращения численности этих необычных зверей. Выхухоль – настоящий зверек обжора. Ему нужно питаться каждые 3-4 часа. За сутки выхухоль съедает столько же, сколько весит сама. В настоящее время популяция выхухолей насчитывает 6000 особей. Восьмое место. Горный поссум. Горный поссум или горный кускус – редкая сумчатая, обитающая в Австралии. По виду этот зверек похож на очень крупную мышь. Его длина может достигать 14 сантиметров. Они обитают только в горах Австралии, на высоте около 2000 метров, в суровом климате, где половину года лежит снег. Зимой впадают в спячку, предварительно делая запас из семян, орехов и ягод. Поссумы не слишком плодовиты, а из-за развития горнолыжных курортов и прокладки дорог их среда обитания разрушается. К тому же распространение обычных домашних кошек также доставляет поссумам проблем. Из-за всего этого сейчас в дикой природе осталось не более 2600 этих милых зверьков. Седьмое место. Лошадь Пржевальского. Лошадь Пржевальского – это редкий подвид дикой лошади, родом из Монголии. Назван он так в честь натуралиста Николая Пржевальского. Однажды он возвращался из Китая через Монголию, и местные жители подарили ему череп и шкуру дикой лошади. Отправив их на экспертизу, натуралист узнал, что это доселе неизвестный науке подвид. В дикой природе последний раз лошадь Пржевальского видели в 1969 году. Сейчас ее можно встретить только в зоопарках и заповедниках. Особенно большая популяция обитает в заповеднике Аскания-Нова. На данный момент общее поголовье лошади Пржевальского составляет около 2000 особей. Все они произошли от 11 диких лошадей, которых отловили в Азии, и одной домашней лошади. Вот так с помощью минимального числа животных удалось восстановить популяцию. Шестое место. Лесной ибис. В далекие времена лесные ибисы населяли все Средиземноморье, но теперь небольшие популяции остались лишь в Марокко и Турции. Это средних размеров птица, размах крыльев около 135 сантиметров. Выделяется характерным хохолком, лысым черепом и вытянутым клювом. С сокращением численности ибисов целиком виновен человек, а точнее использование пестицидов в сельском хозяйстве. В настоящее время в дикой природе осталось чуть более 200 лесных ибисов. Пятое место. Филиппинский крокодил. Филиппинский крокодил относительно небольшой, взрослые особи редко вырастают до 3 метров в длину. Это достаточно агрессивный вид, однако селится он преимущественно в труднодоступных местах, и потому нападения на человека крайне редки. Численность вида постепенно снижается из-за уничтожения его естественной среды обитания и браконьерства. На данный момент в дикой природе обитает всего 200 этих рептилий. Четвертое место. Флоридская пума. Самым редким из всех подвидов является флоридская пума. Этот вид едва ли не исчез с лица Земли в 70-х годах 20 века. Однако ситуацию удалось стабилизировать, и из 20 особей, живущих в прошлом веке, удалось получить популяцию в 160 особей к 2011 году. Третье место. Яванский носорог. Когда-то яванский носорог был широко распространен в Юго-Восточной Азии, а сейчас входит в топ-10 самых редких животных. Главной причиной стало браконьерство. Его рог используется для приготовления традиционных китайских снадобий. На сентябрь 2020 года численность животных в мире составила 74 особи. Все они живут в национальном парке Уджунг-Кулон на острове Ява. Второе место. Амурский леопард. Амурский леопард или дальневосточный леопард является самым редким из подвидов леопарда. В дикой природе насчитывается не более 70 особей. Основная популяция этого вида находится в пределах России. Из-за браконьерства и разрушения их естественной среды обитания, амурские леопарды находятся на грани исчезновения. Первое место. Мадагаскарская руконожка. Мадагаскарская руконожка или Ай-Ай – это один из самых редких и необычных видов лемуров. В дикой природе их осталось не более 50 особей, что позволяет руконожке занять печальное первое место в нашем топе. У этого лемура длинные и тонкие пальцы с длинными ногтями, из-за чего он не может передвигаться с большой скоростью. Но есть и плюсы. С помощью ногтей лемур легко вытаскивает насекомых и личинок из древесных трещин. Тело руконожки покрыто черной или бурой шерстью. У лемура длинный пушистый хвост, большие уши и выпученные глаза. В целом, выглядит он необычно и в определенном роде устрашающе. Зверек совсем не крупный, весит не более 3 килограмм. Образ жизни Ай-Ай ведет преимущественно ночной. Что ж, ну а на этом все. На связи был Лайтовый канал. Берегите природу, а также оценивайте это видео лайками, подписывайтесь на канал и прожимайте колокольчик. До скорого!